На странице номер 22 Здесь про школу и про тюрьму Это я не мог не отметить Как оценить, вот что за человек перед вами по интеллекту Это время, это яркий критерий Но это ненормально То есть видно, что перед вами тупой человек, ограниченный Это хронофаги Здорово, мир! Это Лев Сергеевич, канал Батя Сегодня у нас книга Батя И вот на такую книгу обзор похож, нет? На самом деле, вот, конечно, правильная сторона Встречающая нас, лицевая этой обложки И, собственно, это книга Матвея Северянина То есть такой блогер, маркетолог и бизнесмен Не побоюсь этого слова Эту книгу мне заслало буквально в мою жизнь Прямо провидение Собственно, ничего удивительного нет Потому что промысел божий, он как-то всегда в моей жизни присутствует Поэтому я сейчас не иронизирую, не шучу Кто смотрит меня, собственно, знает Почему я так говорю в данном конкретном случае? Потому что эта книга, как ни трудно догадаться, по названию А название здесь 25 на 8 То есть здесь 24 на 7, здесь 25 на 8 Перезагрузка, как превратить время в деньги Тайм-менеджмент Собственно, есть основная материя, которая говорится в этой книге И это хорошо, потому что время очень важно в условиях тотальной прокрастинации Которая прямо вот, она сочится отовсюду Это очень-очень серьезные вещи То есть любой смартфон, любой это, даже здесь какие-то уведомления Я их всех отключил нафиг в этих часах Отовсюду пытаются тебя, значит, как метко он назвал, северянин Хронофаги, да? То есть хронофаги, она везде сейчас Ну, хронос, время, собственно Хронофаг, то, что пожирает время Книга сама, кстати, она небольшого объема, что интересно Потому что, на самом деле, уместить нужную информацию В маленькое, очень маленькое количество авторских листов Это, на самом деле, важно, когда это не художественная литература Где, конечно, можно уделить много времени описаниям Красноречиво все, стилистика прекрасная Там можно батальные сценки описать Или постельные, или еще что-нибудь А тут, конечно, все-таки не об этом Тут о тайм-менеджменте Поэтому актуально, что она небольшого объема сама Тема тайм-менеджмента, в принципе, сейчас актуальна Потому что, если кто-то чего-то хочет добиться Кто-то хочет быть успешным в своем деле У кого есть какие-то цели Он, конечно, от прокрастинации будет страдать Поэтому ему обязательно что-то нужно Чтобы организовать, структурировать свою деятельность И это в условиях, я замечу, вот эта тема Она вообще тема тайм-менеджмента и хронофагии И как этого избежать, и как избежать прокрастинации Она очень тесно связана с другой темой больной Это темой дешевого дофамина То есть о чем я сейчас сказал Это всякие вот эти соцсети, уведомления из них И не дай бог шорцы, ну кроме моих Моих можно, конечно, смотреть, там полезное все Не дай бог шорцы чьи-то там другие, кроме батинах Не дай бог какие-то тиктоки и так далее Это все, конечно, чистое зло для мозга Это дешевый дофамин То есть вот это секундные какие-то там полминутные ролики И все, где там ты в ожидании чего-то там Какого-то всплеска вот этих самых гормонов Что, о, радость-то какая, там неужто там показали Там, значит, девичье тело Или там кто-то гол забил Или там кто-то упал с лестницы Ух, как прекрасно Все это, конечно, отвлекает все это зло прямо конкретно Точно так же, как и листание бесконечной ленты Где там что кто сделал, куда кто поехал Где что произошло, там какие там несчастья у кого Там пожары, еще что-то Это, конечно, тоже настраивает на нехороший лад А самое главное, отнимает время Автор пошел прямо кардинально и рубит с плеча Он сделал весьма интересный расчет Жизнечеловеческой То есть это примерно 75 лет Около того Сколько лет ты уже прожил Сколько лет пойдет тебе на сон, на еду На поддержание чистоты Гигиену, всякой разной уборки и так далее В общем, какие-то бытовые дела И, в общем, остается чистого времени Которое можно посвятить какому-то делу С осуществлению какой-либо цели А его очень мало Это, если ты У тебя есть какая-то вообще Тень здравомыслия То встряхнет такая информация Она не может не встряхнуть И это близко к такому же Экзистенциальному состоянию Потому что тема времени Она вообще важна очень И, кстати, да Не забудьте и про мою книгу Уж тогда в описании загляни Да посмотри и почитай Статью вон почитай мою И рассказы Вот Ну и вообще ссылки чекни И подпишись везде Так вот Это связано с философией На самом деле Потому что это уже Экзистенциальная довольно проблематика То есть она касается Напрямую твоего существования Твоего обитания в мире Твоей жизни И твоей смерти Потому что время как раз То, что очень сильно Ограничивает Убивает тебя Вместе с тем Диалектически Оно и есть То, что составляет Твое существо И твое обитание В этом мире Оно основывает Фундирует Конституирует Время Поэтому повторюсь Я никогда не страдал от скуки Потому что много Слишком всего интересного И как-то странно Слышать Что я ничем не интересуюсь Не увлекаюсь Что тысячи лет Культуры зря прошли Очень-очень сомнительно Интересно все Но прокрастинация Она съедает То есть, конечно, вот эти А я сейчас начну А я вот сейчас начну А я это И, собственно, оно ни к чему не приводит А автор в этой книге Дает конкретные советы Как этого избежать Как структурировать свое время И тут от банальных вещей Которые, как бы Вы, наверное, где-то слышали Это метод Помидора этого Помодора Собственно, как По таймеру Все это делать То есть, 25 минут Ты примерно Посветил полностью Сконцентрировался И посветил себя задачи А 5 минут ты отдыхаешь Это сейчас фигня Она есть даже в любых этих Умных там Браслетах Часах Она везде сейчас Но Также он дает И уникальные Некоторые советы То есть, ознакомиться С книгой Определенно стоит Если ты хочешь Какие-то задачи себе ставить И хочешь Идти к их выполнению И выполнять их А не просто мечтать И, собственно Полемика в этой книге Она идет всегда У автора С вот этим обывателем Мечтателем Который При этом ничего не делает То есть, он Да Он приводит Примеры жизни Очень много людей Ему говорят Северянину Что О, ты книги пишешь Да, я вот тоже Хочу писать книги То есть, это банальная Заезженная фраза Или там Бизнес Я тоже хочу бизнес И вот эти мечтания Это отдаление Вечное в сторону Откладывание Это прокрастинация Она, конечно Она всем присуща Поэтому это актуально Для всех будет Один из методов Я вам так и быть Открою Это ведение Структурирование Через ежедневники Я его давно веду Честно говоря Уже Ежедневник И задачи все в него записывают Нехило так помогает То есть, ты какое-то Наличное бытие даешь Уже Опредмечиваешь Свои мысли И тут Все А уже То, что написано Пером не вырубишь Топором Поэтому как-то ты Более-менее на это Обращаешь внимание И да То есть, себя организовывать Очень сложно И вот эта объективация Через вот этот ежедневник Она очень помогает К слову говоря Хорошие ежедневники Будут по ссылкам В описании Тоже в том числе Заглядывать Как и сама книга Между прочим И тут интересный вопрос Возникнет А при чем здесь утка Вообще У нее, кстати, здесь Хронометр где-то зацеплен А утка здесь При прямом самом Отношении к тексту Да Она здесь не просто так В тексте упоминается Образ Дональда Дака Нередко Потому что, собственно Утка-биллионер Я думаю, все смотрели И этот образ Как бы Это тоже Я же говорю Это маркетолог Талантливый То есть Образ цепляющий Как и 25 на 8 В названии Так и Утка Причем такая Страшная Жуткая утка Она, конечно Ну при этом видно Что богато одета Как-то Да Она цепляет Да Такая обложка Она, по крайней мере Западает Как вот все Что делают маркетологи Оно должно запасть Образ должен быть Каким-то Резонирующим Еще одна причина Почему я с ней Знакомился Это, конечно Раз Тема времени А он Не раз Затрагивал Собственно В прямых эфирах И я говорил с ним Даже Не знаю Помнит ли он Или нет Это Но даже Мы общались В рамках Прямых эфиров И собственно Ценные советы Он давал Причем совершенно Бесплатно Да И актуальные Действительно Полезные На самом деле Здравые советы И вот это Отношение Ко времени Которое я У него увидел Это на самом деле Очень здравая вещь Потому что В целом Я не раз говорил И кто давно смотрит Наверняка помнит Я не раз уже говорил Что отношение Ко времени Можно вообще Проследить Что за человек Перед вами оценить Напрямую Уровень его интеллекта Непосредственно Через отношение Ко времени То есть Если человек В своем лексиконе Элементарно просто Если он использует Такие выражения Убить время Вот как часто Видишь Там какие-то отзывы Какие-то комментарии Там Где-то И там Это хорошая вещь Убить время Там Вот Ну Какой-нибудь фильм Там допустим Или сериал Или видеоигру Или еще что-то Или книгу Даже Сейчас уж Нейронки пишут Если книги Да и без нейронок Хватает говноделов Которые конечно Там Какие-нибудь Литр ПГ И так далее То есть Заведомо Мертвые жанры Которые Именно Хронофаги В чистом виде Если вот Использовать терминологию Автора Это хронофаги Потому что Люди Люди Так И пишут Собственно Они даже Не скрывают Этого Они понимают Это И вот Ой Хороший способ Убить время Это игра Книга Фильм Сериал Этс Но это Ненормально Это совершенно То есть Видно Что перед вами Тупой человек Ограниченный Сразу Можно понять Вот Это самый яркий Это не как Знаете Говорят Ой Там Таблица Умножения Не знает Какой-то Факт Вообще Отрывочный А какая столица У нас Я не знаю Даже И берут Вообще В пример Не европейскую Страну А Буркина Фасо Давай Назовись Столицу Буркина Фасо Или какой-то Отрывочный Факт Какую-то Дату Когда там Кто-то Родился Кто-то Умер Ужас Тупые Люди Они так Меряют Отрывочными Фактами Как вы Не знаете Когда родился Лермонтов Очень Очевидно Актуальная Информация Ты ничего Не читал Из Лермонтова Ты вообще Не понимаешь Поэзию Ты не можешь Понять Вообще Смысл И не знаешь Хоть Какого-либо Какую-либо Особенность Поэтики Лермонтова Но при этом Гриша А он Когда родился А ты не знаешь А ты дурак На самом деле Нет Конечно Критерий Это время Один из критериев Как оценить Вот что за Человек Перед вами По интеллекту Это время Это яркий критерий Но это не тема Этого видео Это когда-нибудь Потом я Потому что у меня Есть и черновики Уже некоторые Наработки эссе О глупости Об интеллекте И глупости И их диалектическом Взаимоотношении Поэтому это В других каких-то Видео В других работах Будет представлено Вот в этом же ключе Понравилось На странице Номер 22 Здесь про школу И про тюрьму Это я не мог Не отметить Я не могу понять И наверное Уже не пойму Зачем все это Было нужно То есть Это о школе Получить общую эрудицию Научиться Общаться с людьми Узнать Что земля круглая А бисектриса Делит угол пополам Это точно стоило 11 лет жизни Люди на зоне Столько не сидят Сколько дети В школе Ну это прекрасно Прямо На самом деле сидят К сожалению Сидят И подольше Но да 11 лет Действительно много И собственно С мыслями о школе О том Как именно В каком виде Дано образование Совершенно в отличие От той же ФРГ Германии Где полностью У нас К сожалению Лишено профильного Начала Какого-либо Профильного принципа Полностью лишено Общее образование Это да Это очень Печальная вещь С этим согласен И напоследок скажу С чем я не согласен Все-таки Какую-то Ну оценку Да Я с очень многими Тезисами Отсюда я согласен Но я не согласен Все-таки с тем Что оно только Имманентно может решаться Именно проблематика Времени То есть конечно Я имею ввиду Что экзистенциально Оно может решиться Только в рамках Некой Пантологии Философии И в рамках То есть как Знаете Кто смотрит меня В рамках Идеализма Вот оно не решит Оно не избавит Дух от этого Противоречия Оно противоречия Не снимет То есть только Решать имманентно Только в рамках Значит составления Каких-то графиков И составления целей Внутри мира И внутри своей жизни Внутри того Что это Оно конечно По-моему Да Оно не решит Этого Ну конечно Тут многие Скажут Просвещенные люди Что А Батя мракобес какой Так как обычно Всякие мракобеские Свои тезисы Выдвигает Ну вот какой Есть уж да Вот такая моя Когнитивная позиция Она Больше охватывает Чем только Имманентные феномены Уж простите Вот Но тем не менее Моя же позиция Она включает И то что целей Нужно добиваться То есть я почему-то Я рутиной занимаюсь Я монтирую Редактирую Сейчас свой роман И уже на середине Да И то есть имманентные цели Какие-то Продвижение там Своих идей Продвижение своих Продуктов Быть может Услуг Товаров Там И занятия Какими-то Искусствами И ремеслами Оно Никуда от этого Не отменяется Что ты должен Еще и дух Развивать Да То есть дела Материальные Они никуда не уходят Поэтому Это конечно мне пошло На пользу Данное произведение Я все-таки Не зря Оно ко мне в руки попало Весьма специфическими путями Ну а ссылки Я не знаю кстати Она там вообще Раскуплена или нет Потому что Уже что-то там Оставалось Там несколько штучек Всего Но тем не менее Ссылки На ежедневник Если хочешь структурировать Все эти мысли свои И идти навстречу К своим целям И добиваться Своих целей Ставить их Расписывать Структурировать То ежедневники Хорошие По ссылкам в описании Также будут По ссылкам в описании Другие книги Матвея А на этом Все на сегодня Вот в общем-то Это был Лев Сергеевич Канал Батя В новых видео Встретимся Подписывайся везде И про мою книгу Тоже не забывай Пока Самое время подписаться На остальные Мои ресурсы Кверит Например на игровой канал Также можешь прочитать Бесплатные фрагменты Мои книги Или приобрести ее Все полезные ссылки В описании Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok